Добрый вечер, уважаемые телезрители живого телевидения. Мы с вами вновь встречаемся в программе Booking, ведущей в студии Юрий Проскуряков. Сегодня у нас в гостях Надежда Михайловна Трубникова. Здравствуйте, Надежда Михайловна. Рад вас видеть в нашей студии. Надежда Михайловна, я кратко вам представлю, она по образованию архитектора, кандидат архитектуры. Правильно я говорю? Совершенно верно. Кроме того, у Надежды Михайловны много разных, я бы сказал, увлечений. Или же, как когда-то говорили, встреча с интересными людьми. Вот вы, мне кажется, очень интересным человеком. Спасибо. И вы не только занимаетесь архитектурой, являетесь специалистом в области градостроительства. Как мне стало известно из вашей биографии, у вас более 100 публикаций на эту тему. Но вы сочинили, вот уже опубликовали три книги стихов. Вот я телезрителям могу показать, просто вот одна книга называется «Судьба». Вот такая книга, я надеюсь, что видно хорошо ее. Другая книга называется «Обнаженность души» и книга «Жизнь в стихах». Но интересы Надежды Михайловны не заканчиваются на публикации этих трех книг. И, как я знаю, вы готовите к публикации еще одну книгу. Да, за последние годы. В которой будут не только стихи, но там будет уже и проза. И также будет и ваш перевод Поля Илюара, который до этого на русском языке как будто бы не публиковался. Ну, во всяком случае, я не нашла. Да. Вы еще путешествуете, вы еще увлекаетесь фотографией, рисуете и занимаетесь живописью. Ну, как многие архитекторы. Да, архитекторы почти все рисуют. Да, рисуют. Правда, по-особому рисуют. И это какое-то специфическое рисование. И даже у некоторых архитекторов есть такой, как говорят, серебряный штрих. Я, сколько ни вглядывал на владельцев, смотрел произведения тех, у кого есть этот серебряный штрих. Но я, правда, серебра там не видел, но рисунки очень красивые. Так вот, сегодня наша беседа будет в основном связана с книгой, которую вы готовите. И в преддверии Дня Победы с материалами этой книги, с документальными рассказами. Которые представляют собой очень интересные миниатюры, в которых не только излагается какой-то фактический материал вашей жизни, ваших воспоминаний, но и они имеют художественную ценность. И вот эти параллели между сегодняшним днем и тем днем, уже минувшим, и еще не ушедшим от нас, они очень явственные. И мне кажется, интересными. Без них просто невозможно уже было сейчас уже рассказывать о том, что было тогда, совершенно невозможно, не давая какую-то перекличку с сегодняшним днем. Да, вот это ценное качество, и оно во многом поучительное для тех, кто хотел бы непредвзято судить о том, что происходит с нами сегодня, как мне кажется. Многое из того, что вы описываете в своих миниатюрах в прозе документальных, оно фактически мне нигде не встречалось. Но вот есть совсем простые вещи, и мы, может быть, с этого и начнем нашу беседу. Я хочу, прежде чем вы прочтете что-то из этого, там как бы двух видов коротких рассказов. Одни связаны с детскими играми, а другие посвящены воспоминаниям, собственно, военным воспоминаниям, воспоминаниям ребенка во время войны в Москве. Но мне бы хотелось начать с игр. Ну, хорошо. Потому что, казалось бы, совсем непритязательные сюжеты, но очень интересные, как мне кажется. Сейчас этих игр нет. Просто я нигде этого не видел. Хотя я сам помню, я родился уже после войны, в 1946 году, и многие из этих игр на моей памяти были, были еще и другие, которые вы не упоминаете. А может быть, их не было в том кругу детей, в котором мы были. Ну да, конечно. А может быть, просто вы не помните все. Нет, ну, например, я много читала потом и о тех годах войны, что казаки-разбойники. Вот все вроде играли в казаки-разбойники. В моем окружении вообще не было этой игры. Вы знаете, в пионер-лагерях играли. Ну, не знаю. И гораздо позже. Да. А вот так, чтобы во дворах играли в казаки-разбойники, вообще было. Ну, вот я говорю, у нас этой игры не было. Все-таки это массовая такая игра, которая требует разделения на отряды, ловить шпионов. Ну, давайте, не будем об этом. Да. И пуговку Алешка где-то там нашел. Вот. И врага обнаружил и сдал его этим бдительным пограничникам. Ну, так вот. Значит, как вам вообще пришла в голову мысль описать вот эти детские игры? Ну, как вы их запомнили? Это просто непостижимо. Я читаю это, я вспоминал и думал, что, наверное, если бы передо мной стояла задача вот это описать, я бы, наверное, не смог. Правда? Так подробно и красиво. Я не знаю, у меня, само собой, запомнилось это. Нет, ну, вы так помните, как будто бы это вот вы вчера только что в этой игре. Ну, наверное, так и было. Как давно вы написали эти рассказы о играх? Ну, вот у меня это написано январь 2007-го, мая 2008-го. Ну, это вот сейчас. Да, конечно. Буквально сейчас написано. Конечно, конечно. А можете вы что-то из этого прочесть, вот про игры? Ну, можно, можно прочитать. Я не знаю, только вот вам показалось интересным. Нет, мне про игры все кажется интересным. Ну, я просто думаю, что если прочитать все, то это довольно долго и, может быть, трудно будет слушаться. Нет, ну, не обязательно можно прорваться же. Ну, хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем. Просто тут нет какого-то... Значит, просто я написала тут, об играх у меня написано как бы три главки таких. Да. Одна девчоночья игры. Да, да. Вторая всех не игры, как я назвала, то есть это, где мы играли и мальчишки, и девчонки в эти игры. И считалочки отдельная главка. Вот считалочки очень интересные главки. Вот мне кажется, что может быть даже, ну, я не знаю, единственное, что можно рассказать, прочитать про одну игру, которую, ну, наверняка сейчас просто даже не знают. Это из всех них игр. Это игры, я пишу, всех не игры, общие для девчонок и мальчишек. Сегодня назвали бы, наверное, играми унисекс. Возможно. Так сложно и непонятно. И вот из этих игр у меня были две любимые игры, вот, которые мы играли с мальчиками. Это игра в ножички и игра в чижика. Ну, я не знаю, знают ли сегодняшние, ну, в самом случае, дети вряд ли знают даже игру в ножички. Ну, давайте я вот о них и прочитаю, об этих двух играх. Название игры в ножички звучит страшновато, навевая мысли о бандитизме или о каком-то современном триллере. На деле же она была безобидной, хотя каждый игрок был действительно вооружен собственным ножом. Особенно ценились скальпели. Суть игры в спокойном закутке двора находили участок голой земли, незатоптанной, без травы и асфальта. Теперь таких, пожалуй, и не найдешь. Очерченное там игровое поле делилось на владение участников, не более четырех. Взяв ножичек большим и указательным пальцами, отведя назад кисть руки, надо было бросить его так, чтобы он вертикально вонзился в землю противника. По направлению лезвия проводилась линия, и отрезанный кусок присоединялся к твоему владению. Стоять или сидеть на корточках, когда бросаешь нож, можно было только на своей земле. Приходилось порой не просто стоять на одной ноге, а балансировать на пуанте. Победитель становился помещиком. Почему в сороковых годах XX века прижился у нас этот термин, объяснить невозможно. Помню, как я гордилась, когда обыгрывала мальчишек, а они за это меня уважали. Об игре в чижика сегодня, наверное, знают даже понаслышке единицы. И уж вернее всего, никто не играл сам. Чижик – это круглый или граненый брусочек длиной примерно 5-7, а диаметром около 2 см, заостренный с обоих концов наподобие короткой очинки карандаша. Он помещался в центр дома или квартиры. Так назывался начершенный на земле квадрат со сторонами 60-70 см. Первый игрок, ударив деревянной дощечкой битой по заостренному кончику, отбивал подскочившего чижика как можно дальше. Второй пытался вернуть его в дом. Если удастся с первой попытки – верный выигрыш. При недобросе следующим ударом чижик будет откинут еще дальше. Игра требовала мастерства, ловкости и точного глаза. Она была так страшна для оконных стекол, что постоянно подвергалась гонениям. К счастью, у нас было большое безопасное пространство, и мы упивались своей свободой. Как же увлекателен был чижик и для девчонок, и для мальчишек. Теперь, увы, можно только пропить «Чижик, чижик, где ты был». Завершая рассказ об играх, я неожиданно для себя самой обнаружила удивительное. Мы, дети военной Москвы, в войну не играли. Да. Знаете, вот очень интересно про чижик. Дело в том, что игра в чижик, вот я ее очень хорошо помню. Помните, да, играли тоже? Ну, конечно. Кто же в это время не играл в чижик? Ну, вот там был еще в предшествующей игре этап. Дело в том, что чижик мы изготавливали сами. Ну, да. Да. И нужно было выбрать палочку такую хорошую, приблизительно такого размера, сантиметров 10, и с двух сторон ее правильно заострить. Потому что если лаптой, он неправильно заостренный... Битый, да. Да, битый. Нужно ударить по концу, чтобы он подскочил, крутясь, а потом ударить по чижику. Чижик, собственно, вот эта вот палочка и была чижикой. Да, да, да. Он летал. Да, он летал. Но это не все еще. Это вот в ножичке еще была одна игра, которую я очень смутно помню. Но помню, что моя игра... Там делалось так. Значит, вот какой-то был стартовый, и куда-то нужно было прийти, и вот ножик кидался, и нужно было дотянуться и прочертить стрелку, на которую переступить. Вот так двигаться к какому-то месту. Но для этого требовалось много земли, не асфальтированной. Ну, может быть, так только мальчишки играли. Я не знаю. Вообще-то мне казалось, что в чижик девочки вообще не играли. Мне казалось, что только мальчики играли в чижики. Я играла. Ну, я вас поздравляю. А теперь я думаю, что интересно действительно прочитать про считалочки. Потому что это мне показалось. Чрезвычайно важной составляющей наших игр были считалочки. Сегодня тоже ушедшие в небытие. Но мы тогда для установления очередности игроков пользовались только этим способом. Раз, два, кружева, три, четыре, нацепили, пять, шесть, кашу есть, семь, восемь, сено косемь, девять, десять, акулина, тесто, месяц. Позвала кота домой, налила ему помой. Кот ел, 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 не доел и улетел. Раз, два, три, четыре, пять, ты идешь его искать. Это первое, что пришло по волнам памяти. Никогда бы не сказала, что я помню именно ее. Больше абракадабра не придумать. А таких считалочек было много. Это игра в прятки, да? Дочитала, потом побежали все, да? Нет, это считалочка на установление водящего. Да, водящего в прятки. Ну, в прятки, в салочки, вообще в любую игру, в любую игру. В тот же штандер, вообще в любую игру водящего. Выбирает кто-то один, кто оказывается не удел или наоборот удел. А таких считалок-считалочек было много. Длинных и коротких, поумнее и совсем глупых. Про зайчика, которого пиф-паф убивает выбегающий охотник, даже теперь знают все. Сюжет обыгрывался на эстраде, в кино и в литературе. Но был и другой зайчик, особенно мной любимый. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Был он жареный в сметане. Прыгал зайчик по поляне. В это время из-под елки вылезали злые волки. Зайца жареного съели и опять под елку сели. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду его искать. Были и такие жуткие, что их следовало бы, кажется, ужаснувшись, запретить использовать детям. А нам было хоть бы что, когда радостно считались нараспев всем сегодня известным стежком о вооруженном ножом месяце, который всех подряд будет резать и бить, но надо полагать убивать. Для нас все эти акулины, кормившие помоями летающих котов, съеденные волками прыгающие жареные зайцы и кровожадные месяцы, просто не существовали. Нас завораживали рифмы, неосознанный юмор абсурда и виртуальность образов, как напрашивается сказать сегодня. В те темно-зеленые цвета хаки годы слова виртуального в обиходе не было и в помине. Зато в московских дворах звучало на все лады. Энэ бэнэ рэс, квинтер винтер жэс, энэ бэнэ рэба, квинтер винтер жаба. Жаба прыгала, скакала, но в болото не попала, а попала в чей-то дом, там родился черт с горбом. Или поучительная, приоткрывающая источник получения лыка, почему-то с последующим воровством и замужеством. Заяц белый, куда бегал? В лес зеленый, что там делал? Лыка драл, куда клал? Под колоду, кто украл? Чина, чина, кого берешь, кого замуж выдаешь. Или, наконец, предельно короткая, со странной инверсией в счете. Три, четыре, пять, один, кто не любит, выходи. Вот такие считавочки у нас были. А вот вы ее не привели там, вы только на нее намекнули. А она, я ее хорошо помню, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Да, ну вот я говорю, водящего выбирали. Да, водящего выбирали. Но я думаю, что здесь, что это имеет очень большую древность. И они, какие бы метаморфозы они не претерпевали, но там есть некий подтекст нравоучительный. Ну вот, например, ладушки, да? Да. Лады, лады, ладушки. Тоже считалочка, да? Ну это не считалочка, это игра. Нет, это не совсем игра. Ну никогда еще не считались ладушками. Вот паци-паци-паци-пацички, чешской ладушки. Тата Коупил с Шевички, значит, папа купил туфельки, а маминка пасок, замыши отцасок там, мама поясок замыши, замышиный хвостик. Ну и перечисляется, кто за что. Но нифхи даже в наше время продолжали играть в эту игру, взрослые. Вот тюлен, тюленя забьют, приносят его, и чтобы все не придрались, женщины сидят и играют в эти ладушки. Тебе вот это от него за вот это, а вот тебе вот это за вот это. Это был такой справедливый способ, где лежат добычи. Я думаю, что в древности это именно для этого все читалочки применялись. И тоже это, наверное, не бессмысленно было, что вышел месяц из Туманова, но какой-то смысл в этом заложен. Просто мы его не знаем. Вполне возможно. Сейчас это превратится. Вполне возможно. Но, к сожалению, вот эти полезные, как мне кажется, содержащиеся в подсознании человека игры, все больше и больше утрачиваются. Вот вам не кажется, что в том, что вы это вспоминаете и даже публикуете, содержится очень полезное людям намерение? Ну, может быть. Я надеюсь, что будет полезно. Просто я не знаю, уже, по-моему, моя дочка со своими друзьями не пользовалась этими считалочками. Только какими-то своими, но не все, которые даже я привела. А внуки, так и подавно у них нет таких игр. А что же вы их не научите тогда? Так нет, а мои-то внуки знают, но... А, да. А, не с кем играть? Ну, просто у них нет таких игр. Они же не играют ни в пряталки, ни в салочки. Они катаются на роликах. На роликах, да. На роликах тоже можно в салочки играть. Ну, наверное, можно. Но, видимо, все-таки, да. Мне кажется, что утрата таких вещей, она все-таки каким-то образом приводит к деформации, а может быть, даже и к коррозии культуры. Это тысячелетиями складывалось. Ну, во всяком случае, жаль, что какие-то вещи потеряются. Да, и мне кажется, что это нужно людям, на самом деле. Вот так же, как сказки читать детям. Вероятно. Да, и это тоже относится к фольклору и к тому, что... Да, конечно, это бесспорно фольклор, конечно. Какой-то, может быть, даже в какой-то степени городской фольклор, но фольклор, конечно. Вы знаете, я хочу попросить вас, я не знаю, не наглость ли с моей стороны, попросить вас про штандр прочесть. Потому что я уверен, что про это вообще никто ничего не знает сейчас. про эту игру. Сейчас прочитаю. Возможно, что эта игра у нас унаследована оказалась от немцев. Ну, это немецкое слово, в общем, пришло к нам. В общем, немецкое, да. Я не могу найти эту страничку. Сейчас найдем. Так, это 9, 5, 7. А может быть, это не было в отдельности, в отдельности, где-то в каком-то тексте было, в другом? Во всех них играх, а вот всех них игры я что-то не могу найти, где она у меня была страничка. А всех них игр я вам найду сейчас. Вот они, всех них игры. Вот, по-моему, там, про штандр. Да, здесь я говорю о быграх, сначала рассказываю об играх с мечом. Да-да. И, ну, это была круговая лапта у нас, которая, вот, уже, может быть, и в ваше время, во всем случае, позднее она называлась вышибалы. А у нас она называлась круговая лапта. Нет, у нас тоже эта лапта называлась без слова круговой. Ну, у нас тоже чаще всего лапта просто называли. Просто в отличие от той традиционной, там, народной, дореволюционной, она все-таки круговая лапта. Ну, да-да. Ну, вот, с мечом играли также в штандр. Водящий подкидывал мяч вверх, как можно выше, и ловил его. Пока мяч был в воздухе, участники игры разбегались во все стороны. Поймав мячик, он командовал штандр. И все замирали там и в такой позе, как их застала команда. Водящий должен был осалить кого-то, попав в него мечом. Если это удавалось, осаленный становился водящим. Ну, соответственно, если он промахивался, то он продолжал водить. Да, поблаговодить. Вот такая игра была. Да. А вот все-таки это связано со временем войны в Москве. Вот как играли ли дети в это время, вот в эти игры? Вот как вы помните? Ну, вот мы играли. Вы играли. Но вообще это распространено было среди детей? По-моему, да. В это время играли? По-моему, как раз очень. Вы знаете, я вспоминаю, что кого-то я слышала, чуть ли не Вознесенский тоже говорил о том, что они играли в штандр. Ну, не обязательно в штандр. Нет, именно вас заинтересовал штандр. Штандр, но мне вообще интересно. Вот детские игры, тут военные действия. Значит, бомбежки и вот то, к чему мы в дальнейшем перейдем. И одновременно дети на улицах играют. Это не совсем укладывается. А почему? А в чижика у вас укладывается? Нет, у меня ничто не укладывается. Вообще игры не укладываются. Не укладываются игры в это время. Ну, вот сейчас детей вообще не выпускают на улицу. Другое время, другое время. Хотя никакой войны вроде бы и нету, да? Никто никого не бомбит у нас, слава богу. И никаких таких страшных событий не происходит. А здесь война, бомбежки немцев под Москвой, да? И дети свободно играют на улице. А понимаете, все дело-то в том, что детей некуда было девать. И дети, которые остались в Москве, они были предоставлены самим себе. А вы думаете, это поэтому? Ну, в какой-то степени и поэтому. Мы все время время проводили во дворе. Ну, а мне кажется, что это потому, что сами люди друг другу больше доверяли. Ну, это само собой. Но вы говорите, что вот сейчас детей не выпускают на улицу. Ну, потому что покушаются на детей. Ну, да. И вообще время другое, страшное время, когда нельзя ребенку... Вот какое же страшное? Ни войны, ничего нет. В чем же страшность? Ну, потому что другой страх. Другой страх совсем, когда... А тогда война, какой еще больший страх может быть? А люди... А потому что самый страх был там, на войне. И все... Нет, самый страх был там, но здесь дети, за которыми никто не смотрит, им не дается никаких инструкций, они играют как в мирное время. Вот, когда я читаю... Ну, они же дети, они же не могут не играть. Не, ну вы сейчас представляете себе, вот никакой войны нет, а этого даже близко ничего нет, похоже. Ну, потому что дети уже сами занимаются, они сидят у компьютера, а если на улице, то катаются на роликах. И все. И уже теперь никакой войной не прошибер. Правда, если мы не играли в войну, то они тоже, по-моему, теперь не играют в войну. В войну? Ну что вы, звездные войны, там, в компьютере. Звездные игры? Ну, так это опять в компьютере. Стрелялки там, да. Опять в компьютере. Такое нам даже и не снилось в то время. Но я не знаю, мне кажется, вот по моим воспоминаниям, и по сравнению с тем, что, скажем, как играет мой сын, мне кажется, что те игры были интереснее. Во всяком случае, они были захватывающие. Это бесспорно. Это бесспорно. Наши игры были захватывающие. И невозможно было от этого, вы пишете об этом там, невозможно было остановиться. Играли допоздна, пока мы с ней загодят домой. Да, 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 пока не загодят домой. Но мои-то воспоминания, они послевоенные, а ваши воспоминания военные, это существенная разница. Мне кажется, и мне даже удивительно, что между моими воспоминаниями послевоенными и вашими военными практически нет никакой разницы. Несмотря на то, что вот все происходит, а вы там... Ну, первый, первый, вообще довольно долгий период после войны, он еще сохранял этот отцвет войны. Это все было почти то же самое. Ну, там, да. Жизнь была трудная. Вы описываете вот эти вещи, которые связаны с недоеданием и прочим. Но меня как раз не это поражает. Да, это было, потом этого стало все меньше и меньше. Но меня поражает больше, что вот общее состояние, вот состояние человека, который живет в этом мире, оно было более свободное, что ли. Вот я могу так сказать. Ну, вероятно. Вероятно. Не знаю, как это объяснить, но это было так. Вот какая-то степень вот этой внутренней свободы была большая, чем сейчас. Даже у взрослых, не то что у детей. А дети вообще как-то, они как на привязи сейчас сидят, как будто бы в домах, как в будках каких-то. Вот, и вот теперь, значит, мне бы хотелось с вами немного поговорить о ваших военных рассказах. И попросить вас прочесть что-нибудь из этих рассказов. Эти рассказы тоже как-то распадаются на две группы. Одни рассказы – это о том, что происходило с людьми на войне, с вашими родственниками. Ну да, это я так и назвала, случаи на войне, которые я знаю. А другое – это то, вот как проходила ваша жизнь, как ребенка в городе, в котором происходит война. Не какая-то там война, которая где-то далеко, а вот то, что прямо рядом, и бомбят все время. Ну вот, давайте я прочитаю такие короткие рассказики. Ну, первое, вот, пожалуй, я прочитаю про форпост. Это тоже, наверное, мало кто такое слово сейчас, Василович, оно если употребляется, то очень редко. «Летом 41-го мы паслись, как говорится, на подножном корму. Отец на Калининском фронте, мама с утра до позднего вечера на работе. В школе, где она была директором, и звалась теперь по военному комендантам, размещались ополченцы с периферией, как правило, из деревень. Забот было много – обустроить, накормить. То и дело кто-нибудь запихивал в унитаз старую портянку. А что такого? Нужник же, все сгниет. А на завтра они уходили на фронт и вряд ли оставались в живых. На их место приходили другие. Мы с сестрой были фактически предоставлены сами себе. Болтались до темна во дворе, играли с соседними ребятами в круговую лапту и штандр, в ножички и чижика, в мяч об стенку. С парапета крыльца в 5-6 ступеней увлеченно прыгали с раскрытыми зонтиками, как с парашютами, и вывернули наизнанку все зонты. Но это было летом. А что было делать с нами зимой, если школы в Москве не работали? Моя мечта о школе сбылась только год спустя, осенью 42-го. А осенью 1941 года появились форпосты. Мало кто сегодня помнит о них, знает, что означает это слово. А я не забуду никогда, как волновалась накануне первого дня. Пусть это не школа, я еще не знаю, что это, но я как будто шла в желанную школу. В форпосте надо было быть завтра в 11. Меня никто не заставлял, но я легла пораньше, чтобы не проспать. В какой-то момент приоткрываю глаза, смотрю на часы и вижу, что они показывают 11 без пяти. В ужасе, думая, что проспала, с трудом сажусь на постели и промочу с просонок. Уже 11 часов, а мне еще так спать хочется. И слышу веселый смех мамы и старшей сестренки, которые как раз ложились спать. Долго еще этот случай был в семье плитчей во языцах. И вот он, форпост. Поскольку детей, не уехавших в эвакуацию, в Москве осталось немного, в одном помещении собрали ребят разных возрастов. Кажется, это была одна из кружковых комнат дома пионеров. Точно я не помню. Детская память еще более избирательна, чем взрослая. Нас научили вязать крючком. Мы вязали кесеты для фронтовиков и пинетки для младенцев. Навыки вязания крючком сохранились на всю жизнь. При желании я могу сотворить для себя любую вещь. А вот спицами так и не умею, потому что потом учиться было некогда. Надо признаться, что для человека восьми лет этот, казалось бы, нехитрый ежедневный труд был не так уж легок. Руки уставали. Мозоль на пальце образовалась только позднее. Сначала он болел. Но трудились мы самозабвенно. А награда за труд была по тем временам царской. Каждый получал рабочую хлебную карточку. Целых 800 граммов вместо детских 400. Даже взрослым служащим полагалось только 600. Вот такая вот программа. Да, сейчас даже трудно это представить в себе. Притом внешнем изобилии всего. Да. И при реальной нехватке многого, очень трудно представить в себе, когда не было вообще ничего. Да. Вот так. Даже в Москве. Даже в Москве, да. Даже в Москве. Ну и вот продолжение этой темы о еде. Не анекдот называется, главка. А еще были талоны УДП. Не помню, давали ли нам их на форпостах или их получала мама. По этим талонам усиленного дополнительного питания, УДП, усиленное дополнительное питание. Мы обедали в столовой, которые были прикреплены. На первое – тарелка жидкого супа. На мэ-бульоне, то есть мясном. Конечно, без мяса. На второе – котлетка с ложкой картофельного пюре, каши или вермишели. Иногда вместо котлеты – сосиска. На третье – компот из сушеных яблок или кисели с концентрата. Случайно попадавшиеся в компоте одинокие ягодки, кураги или чернослива радовали как неожиданное лакомство. Одно и то же изо дня в день. Но как же было вкусно! Я полюбила на всю жизнь котлеты, даже самые примитивные готовые. А домашние и говорить нечего. Их могу предпочесть любому ресторанному деликатесу. Почти сразу после появления талонов УДП родилась и расшифровка аббревиатуры «Умрешь днем позже». Она распространилась стремительно, передаваясь из уст в уста. Однажды, совсем недавно, в аудитории, где большинство слушателей по возрасту не могло обедать в столовых по талонам УДП, читался рассказ о быте того времени. Услышав расшифровку, многие громко рассмеялись, как над анекдотом о Чапаеве или Штирлице. Я от неожиданности вздрогнула. Тогда, в 41-м, не смеялись над этой остроумной шуткой, а лишь обменивались улыбками. Это был не смешной анекдот, а грустная действительность. Тогда, в 41-м, обычно добавляли «Ничего не поделаешь. Война». Эта присказка стала вообще неотъемлемой частью любого разговора, никогда не обходившегося без сожаления о бытовых неурядицах. Как часто она напоминает мне о себе даже сегодня. «Стоит произнести по какому-то поводу ничего не поделаешь, как хочется закончить фразу так, как заканчивали тогда». Однако, стряхнув с себя первую реакцию на прозвучавший смех, я подумала, что и слава богу, война ушла от людей далеко-далеко. Совершенно естественно, что «умрешь днем позже» звучит как веселый анекдот. Только бы не забыли они, молодые современники, что была война и какой была она. Да. Действительно, вот эта параллель или же как-то жизнью самой состроенная метафора, которая как будто бы опирается на шутку, и я думаю, что вот эта аббревиатура, которую так расшифровывали, она в то время вообще не была шуткой. Да? Да. Нет, она была все-таки шуткой. Конечно, это шутили так, потому что, ну... Вы знаете, вот когда вы проводите параллель с современностью, то это наводит мысль на странную довольно-таки мысль, потому что та война, и может быть с этим связано чувство какой-то большой свободы вот того времени, это, если точно сказать, это справедливая война. А вот война предшествующая и последующая, это несправедливая, это гражданская война. И когда сейчас... Ну, я не думаю, что люди, которые слышат вот такую расшифровку, вот такую аббревиатуру, что они вообще ничего не понимают. Я этого не думаю. Нет, конечно, нет. Да. Конечно, понимают. Да, но я думаю, что это... И это есть в каких-то поговорках, вот, значит, вот есть такие вот поговорки, говорят, там, ты умри сегодня, а я завтра, типа. И есть какое-то продолжение вот уже неизвестной ранее аббревиатуры, которая связана с действительно справедливой войной в какую-то современную несправедливость. И вот это вызывает смех. Я как-то не слышала сейчас вот таких вот поговорок. Нет, 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 есть бизнес среди, там, вот, цилизм... Ну, может быть. Вот какой-то... И в этом проскальзывает какой-то цинизм. И вот эта пропитанность современного мышления цинизмом, и непрекращающейся какой-то гражданской смуты и внутренней войны человека может быть самим собой и порождает в этот циничный смех. Ну, может быть. Ну, трудно объяснить это точно. На самом деле, ведь ничего смешного в этом нет. Да нет, конечно. Конечно, нет. Ну, что ж, вот еще один такой, по-моему, пронзительный случай. Называется «Грабитель Ильярд». На талонах продовольственных карточек было напечатано масло, сахар. Но, как говорил Козьма Прутков, если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Сахар в магазине был далеко не всегда. А по сахарным талонам давали, например, патоку или подушечки. Это такие маленькие невзрачные серенькие конфетки с повидлом внутри. Они действительно имели форму подушки с четырьмя углами. Ну, а по талонам масла очень часто давали лярд – топленое свиное сало. Надо признаться, тогда кусок ржаного хлеба с лярдом казался нам вкуснее былого белого батона со сливочным маслом. Тут я должна сделать небольшое отступление и объяснить, как мы жили. Это была служебная директорская квартира при школе на первом этаже с отдельным входом вдали от соседних жилых домов. От входа шел коридор, из которого сразу слева дверь вела в кухню, потом уже были двери в туалет и в ванную, а справа, напротив ванной, в комнаты. Теперь можно представить, как все происходило в тот солнечный летний день. Мы с сестрой, как всегда, играли с ребятами недалеко от дома, и входная дверь была не заперта. В один прекрасный момент мы побежали зачем-то домой. Стремглав, влетев в коридор, вдруг увидели, что дверь в кухню открыта, и там стоит какой-то чужой дядька. В голове молнией сверкнуло. Грабитель. От неожиданности и страха я застыла на месте, как вкопанная. Сестра в первое мгновение тоже замерла, но в следующий миг, очевидно, инстинктивно чувствуя свою ответственность за младшую сестренку, изо всех сил захлопнула кухонную дверь, схватила меня за руку, и мы выбежали на улицу. Надо сказать, что дверь эта была плохо подогнана, и практически у нас не закрывалась, а только прикрывалась. Но тут от сильного удара она плотно вошла в дверную коробку, и ее заклинила. Смутно помню, как кого-то мы позвали, кто-то вызвал с работы маму. Когда с трудом открыли заклинившуюся дверь, плохо одетый, взлохмаченный, давно небритый человек даже не пошевелился и продолжал невозмутимо, стоя около кухонного стола, из взятой с полки полулитровой стеклянной банки с лярдом, есть его, добывая просто пальцами. Он был так захвачен этим процессом, что, вероятно, даже не обратил внимания на захлопнутую дверь, не пытался выйти и не подумал куда-то бежать. Потом он медленно повернул лицо к остановившимся в дверях людям, но кажется, что так и не понял, что с ним происходит. У него был совершенно безразличный отсутствующий взгляд. Напугавший нас грабитель оказался просто безумно голодным человеком. Он забрел в нашу изолированную от окружающей застройки квартиру так же, как приходит к находящемуся на отшибе человеческому жилищу оголодавший дикий зверь. Кто-то предложил позвать милиционера, но мама только отмахнулась. Она положила в карман человека краюху хлеба, взяла его за локоть и тихонько вывела на улицу. Он не сопротивлялся и так и ушел, не сказав ни слова, с банкой лярда в руках. Вот такой случай был. Действительно, вспоминаются разные рассказы. Ну вот, например, я слышал рассказ такой от матери, когда там они где-то в эвакуации ели отруби, которые жарили на рыбьем жире. Да, много всего было. Ну вот, мне кажется, что интересно вспомнить в связи с войной. Сейчас у нас есть, конечно, такое явление, как донорство, но оно, конечно, совершенно другой характер носит сейчас это явление. А во время войны это было вообще очень важное движение такое. Можно сказать, что это движение было донорство. Ну вот, попробую. Ну и после войны так и продолжалось. Это сейчас оно изменилось? Ну да, и первое время после войны это все продолжалось. В 70-е годы как-то стало меняться, мне кажется. Ну, даже, вы знаете, даже вот я, когда работала в научно-сельском институте, у нас там раз в месяц, по-моему, приезжали, или раз в квартал, я уже даже не помню, и все желающие могли сдать кровь. Я даже в памяти о маме ходила и сдавала, пока по состоянию здоровья у меня принимали ее, потому что есть какие-то ограничения. Я вот всегда вспоминала маму, и вот хочу сейчас прочитать об этом. «Два ведра» называется, рассказик. «Война – это смерть, горе, слезы и, конечно, кровь. Но кровь в крови рознь. Я имею в виду донорскую кровь. Мама была донором всю войну и какое-то время после победы. Бывало, шутила, что сдала крови два ведра. Но кроме шуток она и вправду их сдала. И не зря этим гордилась. Знак «Почетный донор СССР» она ставила выше любой другой правительственной награды, которые у нее были. Доноры тогда сдавали по 400 граммов крови раз в месяц. Иногда, когда крови для переливания в госпиталях не хватало, наиболее верных, постоянных просили, если они могут сдать дополнительно внеурочно. Конечно, только добровольно. Можно было отказаться. Мама не отказывалась никогда. И почетным донором она заслуженно стала в первой волне награжденных. Вот это старенькое удостоверение о том, что товарищ Певгова, Н.А., награжден нагрудным знаком «Почетный донор СССР» за номером 1844 на основании приказа Народного комиссариата здравоохранения СССР от 22 мая 1945 года. В положении о нем говорится, что носится знак на правой стороне груди, ниже орденов СССР, а награждаются им лица, многократно сдававшие свою кровь для спасения жизни раненых бойцов и офицеров Красной Армии и гражданского населения, и одновременно проводящие работу по увлечению населения в ряды доноров. Порядковый номер 1844 – это в масштабе всего Советского Союза. В Москве она проходила под номером удостоверения 241. А вот и сохранившийся пригласительный билет на торжественное собрание по вручению знаков донором столицы 29 сентября 1945 года в конференц-зале Института имени Склифосовского. Я вдруг подумала, эта мысль почему-то пришла мне в голову только сейчас. Сколько же ходит по земле неведомых мне моих кровных братьев? Правда, конечно, большинство уже не ходит, а ходило. Я сочла нужным дать к этому рассказу примечание. Ведро, как русская мера жидкости, это одна сороковая бочки. Бочка примерно 490 литров. В ведре, соответственно, около 12 литров. Реальные ведра бывают и 8-литровые, и 10-литровые. Четыре года войны – это 48 месяцев, по 400 граммов в месяц. С учетом внеурочных и месяцев после войны получается как раз два больших 12-литровых ведра. Вот так. У вас там есть еще один рассказ о донорстве. Есть еще о донорстве. Я вас прошу, и тот тоже прочист. Хорошо. Я всегда... Я причем очень... Тот просто поразит. Бывает, что когда я читаю про мамина донорство, то просто... Казалось бы, уже все это давно-давно пережито, прошло, и написано, и читано. И все равно волнуюсь. Называется рассказ «Песок со словарем». Мамина военное донорство отмечено событием, запомнившимся ей, а с ее слов и мне. Она сдавала кровь в приемном пункте института Склифосовского. Там ее хорошо знали. Мама активно помогала врачам пополнять ряды доноров, выезжая с ними на фабрики, заводы и в учреждения. Везде работали практически одни женщины. Многие побаивались донорства. Как это отдать свою кровь? Не повредит ли здоровью? Ведь у них дети. К призывам и уверениям врачей относились настороженно. Мама убеждала их не столько словами, сколько собственным примером. Естественно, что ей был знаком весь медицинский персонал приемного пункта. И врачи, и сестры, и нянечки. Каждый раз, приезжая сдать кровь, она с ними дружески обменивалась новостями. Но вот однажды все было иначе. Все были непривычно суровы и явно чем-то встревожены. Спросила, что-нибудь стряслось? Но сестра, уклонившись от ответа, быстро взяла у мамы кровь. Как всегда, приветливые люди немного торопили, подав донорский обед, и поспешили проводить до двери. А всего через день все узнали их секрет. В тот день во дворе института Склифосовского лежала неразорвавшаяся бомба. Весь персонал работал под угрозой смерти. Можно представить, как им было страшно. Но чувство долга было сильнее страха за свою жизнь. Ведь фронту нужна была кровь для спасения раненых. Сегодня мало кто и знает об этом подвиге святом. И счастье, что была пустая та бомба. Неизвестно кто, рискнуть, не побоявшись жизнью, столь страшно и понести урон, свой вклад в победу над фашизмом, послал на Дальний русский фронт. Недавно случайная газетная заметка заставила меня вспомнить об этом событии. В конце декабря 2007 года я прочитала небольшую статью о Владимире Дали. Там говорилось, что в Москве есть музей. Он размещается в доме на Большой Грузинской, где Даль жил и работал над словарем с 1859 года. Нетронутый пожаром 1812 года, он остался цел и после бомбежки 1941. Фугас, попавший в строение, не разорвался. Когда саперы принялись его обезвреживать, то обнаружили, что в бомбу был засыпан песок и вложен чешско-русский словарь. Ну, очень поразительный рассказ. И тут он вызывает просто массу ассоциаций. Но первое, что приходит в голову, что бомбу изготовил антифашист. Ну, вероятно, да. Ну, конечно, да. Ну, чех антифашист. И вот поэтому там словарь находился. Ну, вероятно, вот специально положил словарь. Да, ну, а как подать знак дружбы? Да. А второе, это, конечно, за ценой не постоим. Даже трудно представить себе, насколько легко рисковали жизни людей. Хотя организовать, скажем, прием крови и сдачу крови в этих условиях не там, где все может взорваться в любую минуту, а вот на соседней территории, в полевом госпитале, тогда было несложно. То же самое, как и сейчас. Это было бы несложно сделать. Но вот представьте себе, где-то там отрывает у нас невозорвавшуюся бомбу и паника, значит, вокруг все огораживает, приезжают саперы, да. А тогда, пожалуйста, все продолжают работать, рискуя в любой момент погибнуть. Вы знаете, ведь невозможно было тогда быстро перенести этот пункт. Я не думаю, что невозможно. Нет, нет, это действительно в Москве было не так много этих пунктов. Ну, я не думаю, что это было так уж необходимо. Я думаю, что это так. А когда там пока не обезвреженные бомбы и военных было достаточно. Не знаю. Вы знаете, я всегда, когда вот говорим о тех событиях давних лет, я всегда думаю, что надо все-таки попытаться самим встать вот именно на то место, на место того времени. После этого прошло столько времени, что сейчас это, конечно, вообще совсем нетрудно куда-то перенести и все это организовать рядом. А тогда это было сложно. Тогда я думаю, что все-таки это было необходимо. Ну, во всяком случае, документальное свидетельство. Ну, свидетельство, да. Ну, давайте немножко вот о более веселом сейчас. Да у вас все они окрашены оптимизмом. Вот, было, но тут, к сожалению, нельзя показать, но был такой случай у меня, когда... Почему нельзя? Нет, мы все-таки вот это вот... Ну, попробуйте. Знаете, вот здесь написано, какая вы странная. Это рисунок такой, о котором я прочитаю, и напишу, и расскажу, что о нем на нем написано. Кстати, кто этот рисунок нарисовал? Это было в каком-то журнале, было опубликовано, он мне очень понравился, а я его перерисовала оттуда. То есть, вот я просто срисовала рисунок из журнала. Да. А теперь я о нем расскажу. А вот это вот вы не будете зачитывать? Я прочитаю здесь, у меня будет в рассказе. Называется рассказ «Фронтовая подруга». Не помню, откуда взялась эта картинка. Она так мне понравилась, что я срисовала ее на отдельный лист бумаги, старательно раскрасила цветными карандашами и переписала текст. Нарисована была кукла-девочка в белом халате и докторской шапочке с зеленой санитарной сумкой через плечо. Под картинкой подпись. «Какая вы странная! Разве вы не видите, что я фронтовая подруга?» А потом связь еще. Я живо представляла себе девочку, такую, как я, которая выносит с поля боя раненых и перевязывает им раны. Но этого мало, она еще и связистка. А в голове крутились слова популярной песни из кинофильма. «Если ранили друга, перевяжет подруга, горячие раны его». «Я показывала свое творение всем подряд. Взрослые хвалили меня и весело смеялись. Теперь-то я понимаю, что они вкладывали иронически двойственный взрослый смысл в подпись, действительно смешную в сочетании с детским рисунком. Я же и подпись, и смех воспринимала наивно, непосредственно. Я радовалась их веселью и страшно гордилась своим успехом. Думаю, что ни один художник так не гордился признанием его творчества. Я даже сделала авторскую копию и послала ее папе на фронт. Копия, конечно, не сохранилась. А оригинал, к великому моему удивлению, обнаружился в детском архиве взрослой дочери. Когда-то рисунок ее настолько пленил, что она выпросила его у меня. А я же об этом напрочь забыла». Это вот эта вот дочь, да? Да, вот эта вот моя дочь. Как раз с того времени, похоже. Ну, нет, она все-таки была постарше, когда очаровалась рисунком. Скорее, вот такая. А, вот такая, да? Да. Ну, сколько здесь? Ну, здесь ребенку, наверное, 4 или 5 лет. Нет, здесь уже 6, наверное. 5-6, ну да, наверное, так. Как ее зовут? Людмила. А вот здесь, пока мы сегодня начали новый рассказ, маленькая фотография, не знаю, будет ли видно. Ну, это вот фотография специально сделанная, мама и две дочки. Специально сделанная в 41-м году, когда папа ушел на фронт и послана ему туда, чтобы у него была эта фотография. Ну, что же еще что-то прочитать? Прочитать, что хотите. Да, сейчас я что-нибудь... А все рассказы военные очень интересны. Ну, мне кажется так. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже они понравятся. Я тоже на это надеюсь. Ну, вот давайте такой рассказик «Бурки» называется. Невозможно представить военную московскую зиму без валенок. Но в зимы 1941-1942 невозможно было их купить, особенно детские. Их просто-напросто не было. Валенки нужны были фронту. Вот и стала мама шить для нас, да и для себя тоже, их знаменители. Так вынуждены были делать многие мамы. Из воинского брезента выкраивался в два слоя вверх обуви в форме сапожка и в несколько слоев подошвы. Между слоями брезента прокладывалась вата, детали тщательно простегивались, чтобы вата не сбивалась, и соединялись в импровизированное целое. Эту военную обувь для тыла стали называть «Бурки». Хотя с настоящими бурками, теплыми сапогами из войлока или фетра на кожаной подошве, согласно словарю, они имели еще меньше родства, чем с валенками. Бурки были, конечно, только защитного цвета. В те годы его еще не называли «Хаки», это название пришло позднее от союзников. В Бурках мы ходили и в школе, и дома, ведь отопление военного времени только и не позволяло зданиям промерзать насквозь, а в квартирах и классах холодина была зверская. В Бурках мы гуляли и весело катались с горки в детском парке, возвращаясь через него из школы. Только сейчас можно осознать и оценить в полной мере, какое это было великое изобретение. Но ведь очень легко сказать – шила для нас бурки. А как это ей удавалось? На руках руки сломаешь, простегивая двухслойный многослойный брезент с ватой. Выручалочкой стала довоенная швейная госшвей-машина. Мамина гордость – первая машинка советского производства, точная копия Зингеровской и такая же надежная. Она послушно шила все – от грешина и батиста до драпа и многослойного брезента с ватой. Она жива до сих пор и даже шьет. Только в конце 90-х годов прошлого века потерялась какая-то деталь, а найти нужную такого же качества было уже невозможно. Увы, так же невозможно заменить в старости больные суставы. А в войну она была молодой и безотказной. Шила маму бурки ночами, ведь весь день она пропадала на работе. Сначала комендантом пункта приема ополченцев, потом директором двухсменной школы. Я помню, как засыпая и просыпаясь, слышала мерный стук маминой швейной машинки. И становилась так спокойно-спокойно, и крепко спалось под ее убаюкивающее звучание. А когда же спала мама? Да. Вот удивительно, что… Ну, неудивительно, не все, кто мог эвакуироваться, эвакуировались. И вот ваша семья осталась. Дайте мне начало. И я вот хочу, чтобы вы прочли вот это. Действительно, я подумала, когда я читала про грабителя Лярт и рассказывала, в какой квартире мы жили, вот, наверное, надо вернуться и прочитать начало. Да, конечно. Я попробую вот это вступление целиком прочитать, да? Любимый диван со сказочным названием «Атаманка» стоял у глухой короткой стены, занимая почти всю ширину. По воскресеньям две девочки усаживались на него, прижавшись к маме, и слушали. В солнечное утро 22 июня 1941 года она читала им «Шата Руставели». Так возникла неразрывная связь с начала войны с Витязем в тигровой шкуре. Мир детства велик и невозвратим. Через много лет мы не находим ни высоких домов, ни огромных дворов, ни когда-то измеренных детскими шагами бесконечных улиц. Я ощутила это, заглянув во взрослые времена туда, где мы жили в войну. Помню адрес на папинах фронтовых треугольниках. Москва, 140, Верхняя Красносельская, 14, квартира, 1. И в скобках, при школе номер 317. Для ответа только номер полевой почты. До войны папа был научным сотрудником в НИАУМИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации. Мама учительницы математики. Жили мы на тогдашней окраине Москвы, в домишке из одной комнаты с дровяными печкой и плитой на кухне, удобствами во дворе и водой из уличной колонки. Там я родилась. Перед войной в школах не хватало директоров. Маму совсем не привлекала должность, но она согласилась из-за ведомственной квартиры. По сравнению с прежним нашим жильем, это был двухкомнатный дворец с газовой колонкой в ванной. Туда мы переехали буквально накануне войны. Даже прописаться не успели. Отец, отказавшись от брони, ушел в ополчение. Дойдя до Бранденбурга, он был вторично мобилизован на демонтаж немецких военных заводов. Вернулся к нам лишь в феврале 1947-го. Только тогда и был прописан. В эвакуацию мы не уехали. Мама сказала, Москву не отдадут, а если понадобится, я возьму дочек и уйду с последними красноармейцами. Она была беспартийной, никогда не была фаталисткой. Откуда это ее вера посреди всеобщей паники? Но Москву не отдали. Два вещь мешка поками сшила и собрала их поскорей. Чай, сахар, спички, соль да мыла, да насушила сухарей. Пока врага не отогнали и фронт на запад не ушел, они все на шкафу стояли. Два маленьких, один большой. В мире детства, даже военного, много солнца. Я с удивлением обнаружила, что в глубинах памяти есть все. По-взрослому тревожное и детски наивное, важное и незначительное, печали и радости, осени и зимы. Но там над всем царит ясный солнечный летний день. На детские воспоминания навалилась такая долгая жизнь с ее иногда немыслимыми перипетиями, что мне уже невозможно снова вселиться в ту давнюю девочку и вести рассказ от ее лица. Трудно порой избежать о перекличке с днем сегодняшним. Сюжеты извлечены из памяти девчонки военного времени. Но рассказываю их я, человек 21 века, проживший ту самую долгую жизнь, а потому лишенный детской непосредственности и наивности восприятия. Прошу простить мне невольно вытекающие из этого особенности стиля. Из моих воспоминаний не складывается одно большое живописное полотно, даже мозаичное. Нет композиционной цельности. Есть отдельные эпизоды или детали, врезавшиеся в детскую память. Отсутствует не только обобщающий фон и антураж, но и хронология, которые могли бы обеспечить единство целого. Есть только время. И это время – война. Зовут у нас детьми войны в войну родившихся детей. Но разве мысли их полны не детской памятью о ней? Написав когда-то эти строчки, я была не права. Память о детстве не может быть не детской. Война и детство, конечно, две вещи несовместные, как гений и злодейство. Время было для детства неподходящее. Но мы все равно оставались детьми. Об этом мои воспоминания. Знаете, вот я вас попрошу прочесть еще один рассказ. Очень характерный для вашей мамы. Но прежде чем я попрошу вас это сделать, я вот глядя на фотографию вашу семейную, где одни женщины, которую вы послали на фронт, я вдруг, глядя на лица, вдруг вспомнил, как я одно время занимался в архиве. Я там исследовал биографии людей или разыскивал людей, которые делали вклад в литературу, но остались неизвестными. Множество фамилий исчезло полностью, которых сейчас даже не слышал никто. В определенные времена. Но вот наткнулся я на материалы дореволюционные 19 века. И это были архивные материалы экстернов. А экстерны были двух категорий в то время. Но вот те, кто жили в городе, они ходили в гимназии. А вот те, кто жили, либо это были помещичьи дети, которые получали домашнее образование и сдавали гимназический курс экстерном, либо это были евреи, которые не могли в черте оседлости, они не могли в городе жить. И для того, чтобы сдать экстернат, им необходимо и тем, и другим было сделать одно и то же. Им нужно было написать, прислать свою фотографию, которые там были помещены и подшиты в архиве. И нужно было написать о родине. О сочинении, на свободную тему. Вот лучшей литературы я вообще не читал. Но они не писали то, что потом было, после революции, вот это заказное такое. Все они писали по своему местечку или деревню. Вот только про это. Иногда эти сочинения были там на 20 страниц. Представляете? Ну да. Огромные. Но фотографии. Вот сейчас, вот просто достаточно зайти в метро, чтобы не увидеть ни одного такого лица. Представляете? Да. насколько может измениться вот с исчезновением определенной культуры, насколько может измениться сам человек. А это были все эти лица, какие-то были просветленные. И вот я вас прошу прочесть рассказ, где вот муж, приятельница вашей мамы, ну вы помните этот рассказ, да? Да, вот пожалуйста, я вас очень прошу, прочтите. Сейчас я найду его. Тех, где они высоко. Ну да, о мужьях идет речь, да? Да. Где же этот? Сейчас я тоже поищу. Там идет речь о том, как, значит, как случилась вот авария. В общем, где вы увидели этого человека. Очень интересный рассказ. А, Василий Иванович называется рассказ. Да, да, да. Вот как раз он тут у меня и лежит. Итак, рассказ называется «Василий Иванович». «Война в моей жизни – это верхняя Красносельская улица. Мы поселились там перед самой войной, а летом 1945 года уже переехали в Сокольники, где я пошла в пятый класс. Чтобы попасть на улицу, надо было пройти мимо восьмиэтажного дома, на его крыше размещались зенитчики. После салютов мы находили во дворе гильзы от ракет, картонные цилиндры с металлическим донышком. Мы ими играли и радовались каждой находке. На противоположной стороне, верхней Красносельской, красовалось здание, построенное в эпоху конструктивизма. На нем была крупная вывеска «Фабрика, кухня, номер 13». На ее ступенях и случилась встреча с Василием Ивановичем, Галиным папой. Галя была школьной подружкой сестры, которая до войны успела поучиться в младших классах. Познакомились и мамы. Семья Гали жила на Белокаменке, так назывался в просторечии район, где на железнодорожной станции работал отец. Мама, Нина Кузьминична, работала там же на почте. Младший брат, Валерик, был на год старше меня. Мне кажется, это было второе или третье военное лето. Насколько помню, районный дом пионеров в детском парке не работал, но в маленьком зале с отдельным входом каким-то допотопным устройством крутили старые детские фильмы. Они прерывались между частями, когда перезаряжали мерцающую поцарапанную пленку. Это было совсем недалеко от дома, и мне разрешалось бегать туда одной. Однажды, возвращаясь домой, дойдя до фабрики кухни, где всегда переходила улицу, я вдруг увидела непривычное зрелище. На обычно пустых ступеньках у подножия здания сидели, полулежали и лежали странные, плохо одетые люди. Я буквально остолбенела, когда среди них увидела и с трудом узнала Галинову папу. Почему-то мне стало страшно, и вместо того, чтобы подойти к нему, я со всех ног бросилась домой. Наверное, это было воскресенье, так как мама была дома. Еле переводя дух, я рассказала об увиденном. Помню, как мама, не говоря ни слова, стала торопливо брать какую-то еду, какие-то папины вещи. Потом сунула мне в руки кастрюльку с кашей и ложку и сказала «бежим». Она так спешила, что бежала быстрее меня. Люди были на прежнем месте. Мама бросилась к Василию Ивановичу, они сначала говорили что-то быстро-быстро. Потом он жадно ел кашу из кастрюльки, оговорила мама. Потом она надела на него папина пальто, рассовала по карманам еду. Потом они сели на ступеньки и долго, тихо говорили, говорили, говорили. Я плохо понимала происходящее, но твердо знала, что мама все делает правильно. Стоя в сторонке, терпеливо ее ждала. Потом появились какие-то люди, которых я раньше не видела. Подняли сидящих и лежащих, построили в колонну и повели к метро. Где они были до этого? Почему не помешали маме? Тогда я даже не задумалась об этом. Теперь думаю, может быть, они обедали, оставив дежурного, а тому было лень вмешиваться, а может быть, он и посочувствовал. Мы с мамой медленно шли домой. Я несла пустую кастрюльку. Мама была грустна и молчала. Не помню, когда и как мама мне все объяснила. Она была умным человеком и талантливым педагогом. От нее я узнала, что на железной дороге случилась авария. Василий Иванович не был причастен, но кто-то написал донос. Его арестовали, обвинили во вредительстве, осудили и сослали в штрафную роту. В тот день их вели на вокзал для отправки на фронт. Больше Василия Ивановича никто никогда не видел. Семья с октября 1941 года была в эвакуации в Средней Азии. Там Галя заболела и умерла. Нина Кузьминична была убита горем, она не хотела жить. Но был сын, и она вернулась в Москву вдвоем с сыном. Мама с ней, мы с Валериком еще долго дружили. В году студенчества он объяснился мне в любви, но я видела в нем только друга. Он стал геологом, женился. Первый из двух дочерей дал мое имя, вторую назвал Галей. Потом наши пути совсем разошлись. Жив ли он еще, и как сложилась судьба моей маленькой тезки, не знаю. такой рассказ тоже. Вот в руках у меня целый еще памятник этого времени. Да, памятник этого времени. Может быть, у вас рассказ, по-моему, есть связанный с этим? Ну, там коротко, попробуйте, может быть, действительно. Обычная открытка, немецкая открытка. Да, немецкая. Но потом у нас в советское время было много подобных открыток. на обороте письмо. На обороте написано, но я думаю, что я даже не буду, я просто расскажу два слова и прочитаю, что здесь написано. Эта открытка прислана моим папой еще с фронта и датирована 9 мая 45-го года. Он пишет. Причем он так волновался, когда писал эту открытку, что даже в адресе, адресуя его маме, естественно, Певговой Надежде, он перепутал, написал вместо маминого отчества Анатольевна, написала Певговой Надежде Михайловне. А содержание такое. Милая Надя, положение на фронтах такое, что мне кажется, можно тебя поздравить с полной победой. Обращаю внимание, что это пишется 9 мая. Хочется быть у вас на Белочкином дне рождения, но это тоже пока невозможно. Сладкие мечты. Крепко целую. Михаил. Вот можно предположить только, что 9 мая в том подразделении, где он служил, туда еще не поступило официальное известие, что вот уже победа, полная победа. А он вот под влиянием, конечно, того, что цензура была строгая, и самоцензура, конечно, была невероятно высока, он писал только предположительно. Он же мог подвести и других. Да, он мог подвести, да. Существовали же еще и семьи, всяких врагов, выдуманных и невыдуманных. Так что вот такой действительно памятник военного времени сохранился. Вот знаете, у вас есть некоторые рассказы, которые я бы, даже несмотря на то, что это явно про войну, но скорее не относятся к понятию совести. И вот есть рассказ «Одна буква». Да. Он очень характерный рассказ для вашего творства. Он очень характерный. Это я с удовольствием прочитаю, потому что это опять-таки о маме. Можно я у вас текст возьму? Да, конечно, конечно. Потому что я куда-то страничку положила. «Одна буква». В ночь на 9 мая 1945 года радио сообщило о капитуляции Германии. Мамина подруга Надежда Ивановна, тоже учительница математики, тут же пустилась пешком из Сокольников к нам на Верхнюю Красносельскую. До рассвета они с мамой сидели, обнявшись и плакали, в ликующей по поводу победы Москве. В непреодолимом беспокойстве о мужьях-фронтовиках, которые все еще могли погибнуть. И даже очень просто. Сколько подобных им погибло после капитуляции. И как много женщин по всей стране плакало в ту праздничную ночь. Об этом Надежда Ивановна рассказала мне где-то в начале 90-х годов, через много лет после смерти мамы в 1979. А мне вспомнилось, как яростно спорила мама с Симоновым. Сейчас вот по телевизору пускают периодически чтение, как Симонов читает сам стихотворение «Жди меня». Стихотворение «Жди меня», едва прозвучав, стало знаковым для миллионов мужчин и женщин, разлученных войной. Есть в нем и такие слова. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Мама утверждала отчаянно, что это ошибка, опечатка, что надо писать и читать. Не жалей добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Зачем писать в стихах о тех, кто не ждал? Они этого не достойны. Но надо всегда помнить о тех, кто потерял близких, кто знает наизусть, что пора забыть о надежде дождаться, кто знает страшное военное слово. Никогда. Для них нельзя жалеть добра. И она не жалела. Надежда Михайловна, вот среди таких рассказов есть один длинный, но я просто, я не знаю, утомил вас, может быть. Нет, нет, я с удовольствием. Я бы хотел, чтобы вы прочли вот этот рассказ Таня, который вне зависимости от реальности исторической или нереальности исторической подоплеки как раз несет вот эту позицию. Да, я согласна с вами и с удовольствием прочитаю этот рассказ, если у нас есть время для этого. Да, есть для этого времени. Таня. В первые годы войны нелегко было с детскими книжками. Мама где-то купила дореволюционное издание Льва Толстого. Рассказы и сказки для детей. Когда-то роскошная книга. Твердая серо-голубая обложка с тесненным портретом и заглавием, плотная бумага, крупный шрифт и прекрасные графические иллюстрации. К нам попало распадающиеся на отдельные листочки или тетрадочки, но качество издания было налицо, и первая крышка обложки еще сохраняла следы, поблекшие следы было о величии. Я очень любила эту книжку. Перечитывала много раз. К сожалению, потом она куда-то бесследно сгинула. В книге, рядом с публиковавшимся и ранее, и не раз позднее, был рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет», который больше никогда не встречался, но запомнился мне на всю оставшуюся жизнь. В нем рассказывалось, что однажды был убит человек. Обвинили в убийстве, осудили и отправили в тюрьму, на каторгу и в сибирскую ссылку на 25 лет молодого парня, который был невиновен. Закончился срок ссылки, и седой, преклонных лет, человек шел из Сибири в родные края. Однажды у костра он рассказал попутчику про свою неудавшуюся жизнь и страдания за чужую вину. И вдруг, слушавший, упал перед ним на колени и стал со слезами молить о прощении. Убил он, а подстроил все так, что подозрение пало на другого. И этот другой теперь перед ним, а его жизнь все равно не удалась. И безвинно пострадавший простил, так как через четверть века Бог все-таки сказал правду. Так я запомнила содержание рассказа. Помню, как все во мне протестовало. Я никому, даже маме, не рассказала об этом. Обостренное детское чувство справедливости недоумевало, почему всемогущий, добрый, милостивый Бог позволил осудить невиновного и не говорил правды так долго. Ведь он видел ее с самого начала. Мои восемь лет не понимали и того, почему Лев Толстой как будто бы доволен, что Бог сказал правду хотя бы так поздно. Может быть, это покажется странным, но я вспомнила рассказ Толстого, когда мне случайно попала на глаза рубрика «Летро» в какой-то то ли районной, то ли отраслевой газетке. Я прочитала. 65 лет назад, 27 января 1942 года, в «Правде» был напечатан очерк П. Лидова, Таня, рассказывавшей о подвиге Зои Космодемьянской. Короткое, сухое сообщение мимоходом. Странно екнуло что-то внутри, и перед глазами встала газетная страница с крупной, нечеткой, но проникающей в душу фотографией девичьего лица, искаженного мукой и морозом. Память восьмилетней девчонки запечатлела и воспроизвела его с поразительной четкостью. В тот морозный зимний день, когда кто-то из собравшихся у нас взрослых читал вслух страстный рассказ журналиста, его голос дрожал. Потом узнали, что ее зовут Зоя, и многолетнее безудержное прославление убило девушку еще раз, уже под именем Зои Космодемьянской. Убило искренность и душевную боль в памяти о подвиге, затоптало безликими казенными словами и пытки и смерть на виселице девушки Тани. В результате в годы начавшейся перестройки стали кричать, что это и не подвиг вовсе, но мое детское чувство не ушло, а затаилось где-то глубоко. Я не могла его предать. И вот однажды я услышала рассказ о новом документальном расследовании. Расследование былого. Восстановление обстоятельств малого эпизода Великой Отечественной войны. Их было трое. Командир, Таня и третий. Третий оказался трусом. Попав в руки фашистов, он из страха смерти предал Таню, навел врагов на ее след. Ее схватили, когда она уже уходила в лес и вот-вот была бы вне досягаемости. Жестоко пытали и повесили, а он остался жить. Командир тройки до рассвета ждал товарищей в лесу в условленном месте. Не дождавшись, вернулся в отряд. Третий не вернулся, как и Таня, но что с ним стало, никто не знал. Некоторое время спустя командир столкнулся с ним случайно лицом к лицу. Обрадовались, разговорились, и тот рассказал придуманную историю своего спасения. Командир поверил, но вдруг в его голове мелькнула тревожная мысль, почему третий ни словом не обмолвился о Тане. Уличенный своим товарищем предатель не выдержал и признался. Такова краткая суть рассказанного. А фронтовик ветеран, участник разгрома немцев под Москвой, говорил о том, как они в жестоком бою выбивали фашистов из деревни Петрищево и не пощадили ни одного немца, ведь именно эти немцы пытали и убили Таню. Я поймала себя на том, что теперь думаю адекватно Толстому в его рассказе. Я вдруг удивилась глубине народной мудрости, заключенной в пословице «лучше поздно, чем никогда», к сожалению, часто применяемой в суе. Ведь именно в этом суть и значение реабилитации репрессированных в трагические времена XX века, даже посмертной. В репортаже не было сказано, что стало с третьим, но для меня не это было главным. Главное восторжествовавшая правда, хотя бы столько лет спустя. Девушку, конечно, называли Зоей, но я позволила себе писать здесь имя Таня, потому что это моя память о войне. Да и красноармейцы 1942 года, конечно же, мстили за Таню. Да, вот это прямо рассказ, в котором много затронуто важных для людей тем, и одна из них это тема мести, с одной стороны присутствует тема предательства и возмездия, но при этом присутствует поголовная месть, возможно, невиновным людям, и вот это кажется чем-то таким ужасным. Войне это было не только со стороны гитлеровцев по отношению к нашему населению, или со стороны наших воинов по отношению к немцам, но я читал даже, что американцы, вот когда американские войска входили на территорию Франции, то там какую-то пожилую женщину 16 раз за день изнасиловали американцы. Понимаете, тут есть еще одна другая тема, которую до этого не затрагивали, это вот эти вот огороды фронтовые. Давайте об огородах. Да, интересная тема. Да, я назвала этот рассказ «Грибная похлебка». Огород. Перед мысленным взором рисуется живописная картина. Свежие огуречные плети со спрятавшимися под листьями зелеными пупурчатыми плодами, краснеющие на подвязанных к опорам кустиках тугие помидоры, грядки с озорно выглядывающими из-под листочков ягодами клубники. Военные огороды были другими. Военные огороды – это однообразные ряды зеленой ботвы с бледно-сиреневыми цветочками, но при виде их представлялся на зимнем столе холодной квартиры горячий чугунок, распространяющий умопомрачительный запах, сваренный в мундире картошки. Тогда у нас действительно был еще такой старинный горшок из чугуна, из маминой молодости. Семья наша имела три небольших огорода. Один у недостроенного из-за войны дома в Пушкине, второй в Томилене, выделенной маме как учителе и жене фронтовика, третий бабушке. Он был выделен ей в 1944 году в связи с представлением к награждению ордена материнская слава за воспитание восьмерых детей. У мамы было четыре сестры и три брата. Братья воевали. Огороды длились еще долго-долго после Дня Победы. Все огороды требовали труда и труда нелегкого. Прежде всего, вовремя подготовить посадочный материал, умело срезав те самые верхушки, которые не только обеспечивали урожай, но и позволяли сварить и съесть оставшиеся клубни. Надо выкопать и разрыхлить все огородные площади, посадить не раз сокучить, а в засуху и полить каждый картофельный кустик. Наконец, не только собрать урожай, но и доставить его в город. Особенно трудным был огород в Томилине, вдали от электрички, открытый всем ветрам, дождям и палящему солнцу. Ну и досталось же маме. Мы с сестрой старались, что было мочи, но, конечно, помощницами были невеликими. Других же помощников не было. Правда, нашей заслугой было удобрение перегноем пушкинского огорода, на который мы перетаскали его уйму из-под сосен на незастроенном соседнем участке. Мы пригоршнями набирали его в какую-нибудь емкость или просто в подол платья, несли на наш участок и равномерно разбрасывали по нему перед скапыванием или рыхлением. И это бесконечное число раз. В результате нашей гордостью были красивые картофелины в полкило весом. Теперь такие только пугают из-за пестицидов, а наши были экологически чистыми. Как радовал нас тогда обилие урожая, но, увы, тем неподъемнее он был. А перевоз урожая с поля в Москву буквально ложился грузом на мамины плечи. Так она и надорвала сердце, получив за военные годы тяжелую форму стенокардии. Однако были у нас и огородные радости. Одна из них грибная похлебка. В Пушкине в картофельных междурядьях повадились расти свинушки. А ближе к осени можно уже подкапывать картошку. Спрашиваете, что значит подкапывать? Свинушки это грибы. Да, грибы, грибы такие. Спрашиваете, что значит подкапывать? Это одна из общепризнанных военных хитростей. Сначала тихой сапой проникнуть под картофельный кустик. Затем осторожно найти достаточно крупный клубень и сорвать его, не повредив корешки с более мелкими. Наконец ловко извлечь добычу на белый свет и тщательно ликвидировать следы подкопа, обеспечив тем самым сохранность урожая. Вот из этой похищенной молодой картошки со свинушками мы тут же и варили грибную похлебку. Я никогда не пробовала прославленных редких и немыслимо дорогих грибов под названием трюфели. Но могу поклясться, что никто и никогда не едал приготовленного из них блюда, которое было бы вкуснее и дороже нашей военной грибной похлебки. Да, вы знаете, наверное, можно и сейчас было бы не отказаться. Да, между прочим, я сейчас варю примерно такое же кушание. И вот, знаете, у вас есть еще одна вещь про эти щели. А, давайте прочитаю. У нас еще немного времени. Есть еще немного времени. Я с удовольствием прочитаю. Такое название. Мой однокурсник живет с семьей в Липецке. Студентом жил в подмосковном Бирюлеве. которое теперь давно уже стало законным московским районом. К нему сразу приклеилось Лева из Бирюлева. Там же он жил с родителями в войну. Мы с ним переписываемся. В отклике напосланы ему мои военные воспоминания. Вот эти как раз я ему посылала. Я прочитала. Отец выкопал щель и мы там находились во время воздушных тревог. А я-то и забыла совсем об этом атрибуте войны в Подмосковье, как вероятны во многих других местностях. На какое-то время, осенью 41-го, мама оставила нас с сестренкой у тети Нины, семья которой жила во второй половине нашего пушкинского дома. Не имея другого жилья, они достроили ее и жили там постоянно, а наша половина из-за войны так и осталась недостроенной. Вспомнилось и то, что именно там был мой восьмой день рождения. Мне еще кто-то подарил модного тогда темно-синего фарфорового птенца с широко раздвинутым клювом. Он жив, только сбоку на клюве отбился маленький кусочек, и я закрасила щербинку синей краской. Птенцы тогда выпускались еще и большого размера, и я всю жизнь радовалась, что у меня маленький, так как те другие были бездумно увеличены, были ужасно грубыми. Дядя Юра тоже выкопал на участке такое убежище от воздушных тревог, как отец Левы. Да, их так и называли щели. Собственно говоря, это были землянки. Несколько земляных ступенек вниз, узкое пространство с некоторым расширением в конце, где устроены сидения, перекрытие из досок или, может быть, из бревен, засыпанных землей. Вот что всплыло в моей смутной детской зрительной внутренней памяти при слове «щель». И я только теперь, 63 года спустя, поразилась этому названию. Люди от воздушных налетов и бомбежек, как тараканы, прятались в щели. Интересно, кто его придумал, это название? Не иначе, как меткая, но иногда такая беспощадная народная мудрость. Да, Надежда Михайловна. И вот у нас еще осталось несколько минут. И я прошу вас, прочтите, пожалуйста, послесловие к военным рассказам, которое как бы подводит некоторый итог тому, что вы сделали. Это я тоже считаю полезным прочитать. Послесловие. Воспоминания девчонки отдельные крошечные штрихи на грандиозном графическом полотне военной хроники. Но штрихами передается и объемность предмета, и глубина пространства, и контрасты света и тени. Без малых крупиц сохраненной памяти каждого человека, этих легких штрихов на огромной картине былой жизни она не сможет предстать во всей полноте. Воспоминания девчонки моя скромная лепта в фонд всеобщей памяти. Мне невольно хочется продолжить подобием грамматического разбора, который я проходила именно в военные школьные годы. Память о чем? О войне. Какой войне? Великой Отечественной. Войне кого? Народа. Какого народа? Советского. Войне с кем? С захватчиками. С какими? Немецко-фашистскими. У кого-то возникнет вопрос, зачем так длинно? Не лучше ли просто Великая Отечественная война, или еще короче ВОВ. Так теперь и принято. И кто-то за рубежом уже утверждает, что вообще войну выиграли союзники, а для кого-то из юных соотечественников это победа России. Но для ветеранов фронта и тыла, для каждого солдата и офицера, для их жен и матерей, даже для девчонок и мальчишек во всех концах СССР, во всех союзных и автономных республиках и краях, это была и останется навсегда именно Великая Отечественная война советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Мои воспоминания лишь тонкая струйка в мощном потоке памяти многонационального многомиллионного народа. Даже если тебе, дорогой читатель, и вам, дорогие слушатели, не нравится павсм этих слов, примите его, поверьте в мою искренность. Я думаю и чувствую именно так. Большое вам спасибо, Надежда Михайловна. Вот на этой правдивой ноте мы заканчиваем сегодняшний эфир. Уважаемые телезрители, читайте книги Трубниковой и Надежды Михайловны. Спасибо вам. С наступающим вас праздником. И я тоже всех поздравляю с наступающим праздником. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok